Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами рассмотрим индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Для чего она нужна, как она разрабатывается и как ее получить. Здесь в зале присутствует представитель главного бюро МСЭ, Попова Наталья Васильевна. Наталья Васильевна, пожалуйста. Вы можете в течение лекции записывать вопросы на бумажке также. И передавать в президиум, ей передадут. После нашей лекции вы сможете получить ответы на свои вопросы. Вот, ну, приступим. Итак. Итак, федеральный закон 181 от 24 ноября 1995 года регулирует понятие МСЭ реабилитации и абилитации инвалидов, а также право на их получение. И вот в этом федеральном законе описано понятие реабилитации и абилитации. Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов – это система и процесс формирования отсутствующих у инвалидов способностей бытовой и общественной профессиональной деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлена на устранение или более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности инвалидов с целью социальной адаптации, включая достижение материальной независимости и интеграции в общество. Основными направлениями реабилитации и абилитации являются медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование, ортезирование, санаторно-курортное лечение, профессиональная ориентация, общее профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация. Также социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, социокультурная реабилитация и социально-бытовая адаптация, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. Основными направлениями реабилитации и абилитации являются использование инвалидами технических средств реабилитации, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, инженерной, транспортной, а также пользование средствами транспорта, связи и информации, обеспечение информации по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов. Итак, что же такое ИПРА? ИПРА – это комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалидов к выполнению определенных видов деятельности. Это также все регулируется 181-м федеральным законом. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации содержит реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые бесплатно в соответствии с федеральным перечнем. Также указываются в ИПРА реабилитационные мероприятия, технические средства и услуги, в оплате которых принимает участие сам инвалид, либо другие лица или организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Также здесь указываются мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета региона. В нашем городе это регламентируется социальным кодексом. Там вы можете найти мероприятия, которые производятся за счет средств регионального бюджета. Также индивидуальная программа реабилитации и абилитации содержит мероприятия, которые оказываются за счет средств материнского капитала для детей и инвалидов. Объем реабилитационных мероприятий не может быть меньше установленного федеральным перечнем. ИПРА инвалида носит рекомендательный характер. Инвалид может отказаться от того или иного вида, от формы и объема реабилитационных мероприятий, но ИПРА является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Что же под этим подразумевается? Хотелось бы отдельно отметить. Ну вот, например, в качестве примера могу привести такое техническое средство реабилитации, как подъемник. Его нет ни в федеральном, ни в региональном перечне. Но его возможно получить через какие-либо фонды. То есть в бюро МСЭ вписывается в ИПРА необходимость вам данного средства реабилитации. С этим вы потом идете в фонды и вам закупается за счет средств фонда, организации и так далее. Вот что имеется в виду здесь. Значит, каковы же цели проведения экспертизы, при которых может быть разработана ИПРА? Это установление группы инвалидности, то есть после ее установления вам разрабатывается ИПРА. Непосредственно сама разработка ИПРА, то есть вы можете подать заявление непосредственно на разработку ИПРА, без пересмотра группы. Если у вас установлено бессрочно. И иные цели, установленные законодательством Российской Федерации. Например, внесение исправлений в ИПРА при наличии каких-то опечаток, описок, грамматических ошибок. Также ИПРА разрабатывается при заявлении об использовании материнского капитала. Итак, индивидуальная программа реабилитации и абилитации впервые была введена приказом в 2004 году, 29 ноября. В дальнейшем актуализировалась трижды. Соответственно, те, кто получил бессрочную группу инвалидности до 2004 года, не имеют данной программы реабилитации. Если она необходима, нужно подать документы на освидетельствование для ее разработки. На сегодняшний день регулируется это 400... Разработка ИПРА регулируется 486 приказом Минтруда России от 13 июня 2017 года. Итак, порядок разработки и реализации ИПРА регулируется вот этим вот приказом, который имеет три приложения. Первое – это порядок разработки и реализации ИПРА, второе – форма ИПРА и форма ИПРА ребенка-инвалида. Каким образом получить ИПРА? Для этого нужно обратиться за направлением в медицинскую организацию, вне зависимости от ее формы правовой, которая имеет лицензии, то есть это можно и в частной, мы в прошлый раз об этом разговаривали, если есть лицензия на данную деятельность. Также органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, это в случае, если человек уехал за рубеж, и в некоторых случаях ведомственного пенсионирования. Также в орган социальной защиты населения и при самостоятельном обращении со справкой об отказе в направлении. Обязательно иметь справку об отказе. Значит, с этими документами вы обращаетесь. Это слайд из прошлой презентации. Мы подробно рассматривали, сколько дней как подавать направление или заявление. В каких-то случаях направление подается, в редких случаях заявление. То есть заявительная система сейчас постепенно уходит. При самостоятельном обращении специалисты бюро проводят осмотр пациента и по его результатам составляют программу доп. обследования и проведения реабилитационных мероприятий, после выполнения которых рассматривают вопрос о наличии у гражданина ограничений жизнедеятельности. Разрабатываются и выдаются федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в Бюро МСЭ в городах и районах, в Главном Бюро МСЭ по субъектам Российской Федерации и Федеральном Бюро Медико-социальной экспертизы. Разработка ИПРА-инвалида состоит из следующих этапов. Проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики в обязательном порядке, оценка реабилитационного и абилитационного потенциала, определение реабилитационного и абилитационного прогноза и определение реабилитационных или абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации, товаров и услуг, позволяющих инвалиду восстановить, сформировать или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой и общественной профессиональной деятельности с учетом его потребностей. ИПРА разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы гражданина, исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, а также реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных. Утверждается руководителем бюро, главного бюро или федерального бюро или уполномоченным заместителем руководителя. Разработка ИПРА осуществляется с учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном организации, оказывающей медицинскую помощь. В формировании ИПРА могут принимать участие с правом совещательного голоса специалисты медицинских организаций, государственных небюджетных фондов, государственные службы занятости населения, работодатели, педагоги и другие специалисты. По приглашению, первое, руководителя бюро, главного бюро или федерального бюро, или уполномоченного заместителя руководителя, или самого инвалида, или его законного или уполномоченного представителя. В случаях, требующих применения сложных специальных видов обследования, гражданин может быть направлен для разработки или коррекции ИПРА в главное бюро или федеральное бюро. ИПРА разрабатывается на срок, соответствующий срок установленной группы инвалидности, и он не должен превышать срок действия ИПРА. При необходимости внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации и абилитации, оформляется новое направление на МСЭ и составляется новое ИПРА, в которое указываются все необходимые мероприятия, товары и услуги. Ранее выданное ИПРА погашается путем перетеркивания первой страницы. Что под этим подразумевается? То, что если вам нужно внести какие-то новые технические средства реабилитации в ИПРА, вы не можете просто пойти и без направления внести. Вам нужно снова идти в поликлинику, например, брать направление, и чтобы вас снова обследовали и освидетельствовали, потому что нужно максимально обеспечить нуждаемость инвалида именно теми средствами, которые необходимы именно ему. Когда при разработке ИПРА не требуется направление на медико-социальную экспертизу, при внесении исправлений в ИПРА для уточнения характеристик ранее рекомендованных видов мероприятий, а также в целях устранения технических ошибок. Про технические ошибки мы уже говорили, а что касается для уточнения характеристик, это имеется в виду только вот для уточнения размеров. ИПРА оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах за подписью руководителя бюро. Значит, один экземпляр выдается инвалиду на руки, либо направляется заказным почтовым отправлением. Второй экземпляр приобщается к акту медико-социальной экспертизы инвалида. При распечатывании формы ИПРА допускается заполнение только, вывод на печать только заполненных полей ИПРА, чтобы у вас не возникало вопросов, почему некоторые поля пустые. Для этого я вам рассказываю. Значит, при подаче гражданинам заявления о проведении медико-социальной экспертизы с целью разработки ИПРА через портал госуслуги. Также ответ присылается через этот портал, подписывается усиленной квалифицированной подписью руководителя. В случае несогласия с решением Бюро о рекомендуемых ИПРА мероприятиях технических средствах реабилитации или услугах, инвалид вправе обжаловать данное решение в порядке, предусмотренное 95-м постановлением правительства в течение месяца. Значит, в течение месяца обжалования в Главное бюро, в течение месяца обжалования в Федеральное бюро. Итак, 1 января этого года вступил в силу приказ Минтруда номер 765 от 3 декабря 2018 года об утверждении методических рекомендаций по определению потребностей инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных. Итак, ИПРА состоит из каких частей? Значит, общая часть. Это мероприятие по основным направлениям реабилитации и абилитации включает себя медицинскую, профессиональную и педагогическую, социальную, физическую культуру и спорт, технические средства реабилитации и услуги за счет средств федерального бюджета, бюджета из средств региона, как я уже говорила, за счет иных средств, это либо средства инвалида, либо какие-то организации фонды и за счет средств мат-капитала. Значит, хотелось бы отметить, что показания для приобретения автотранспорта, как правило, используются для ОСАГО. К сожалению, в настоящее время автомобили не выдаются инвалидам, как это было в советское время, поэтому вот, ну, по крайней мере, такая какая-то вот защита. И также указываются виды помощи в преодолении барьеров. Значит, вот пример одной из страниц индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Здесь указываются сроки проведения реабилитационных мероприятий, то есть срок, в течение которого предоставляются эти мероприятия, технические средства, реабилитации и услуги. Заключение дается о нуждаемости в проведении мероприятий по реабилитации. Указывается, в третьей графе указывается исполнитель реабилитационных мероприятий. Это может быть орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения, охраны здоровья, образования и так далее. Значит, фонд социального страхования и сам ребенок инвалид или организация независимости от организационно-правовой формы. Значит, на отдельной странице указываются мероприятия по медицинской реабилитации, которые регулируются статьей 40 федерального закона 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Значит, также регламентируется в индивидуальной программе реабилитации, медицинской реабилитации, санаторно-курортное лечение. При этом врачебная комиссия медицинской организации по представлению лечащего врача и заведующего отделения выдает заключение показанности или противопоказанности санаторно-курортного лечения. То есть, кроме показаний, еще имеются противопоказания, по которым инвалиду могут отказать в санаторно-курортном лечении. Значит, внизу указаны все нормативно-правые акты, которыми регулируется данный пункт. Значит, что же происходит дальше после того, как вам разработали индивидуальную программу реабилитации-абилитации? Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы направляет выписки из ИПРА в органы исполнительной власти, местного самоуправления и те организации, которые были указаны в третьей графе, на которых возложено проведение мероприятий, предусмотренных программой. Вот на этой схеме очень хорошо показано, также реализуется ИПРА. То есть, из бюро МСЭ выписка из ИПРА направляется во все учреждения, вот смотрите, территориальные органы пенсионного обеспечения, в области занятости населения, физкультуры и спорта, фонд социального страхования, федеральную службу исполнения наказаний, это вот что касается заключенных. То есть, во все необходимые, которые указаны в программе. Значит, далее очень важно понимать, что инвалид должен самостоятельно обратиться во все эти службы. Значит, с целью получения консультации по видам и объему предоставляемых в регионе услуг по соответствующим направлениям реабилитации и абилитации и подать заявление об их получении. То есть, мы понимаем, что у нас это имеет заявительный характер. После этого органы исполнительной власти субъекта и все организации, которые получили эту выписку. Трехдневный срок с даты поступления заявлений инвалида проведения реабилитационных мероприятий совместно с органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими мероприятия по реабилитации, организуют работу по реализации данных мероприятий. Срок исполнения мероприятий не должен превышать срок, рекомендуемый для проведения данных мероприятий в индивидуальной программе инвалида. Значит, далее исполнители и ПРА предоставляют информацию в виде формы предоставления информации, вот здесь стрелочками указано, в течение пяти дней с даты исполнения мероприятий предусмотренных программой, но не позднее одного месяца до окончания срока действия ИПРА инвалида. Один и тот же инвалид, в случае если он не был переосвидетельствован после 1 января 2016 года, может иметь одновременно несколько действующих форм ИПРА, разработанных федеральными учреждениями МСЭ в разные годы. У исполнителей реабилитационных мероприятий отсутствуют правовые основания требовать у инвалида предоставления единой формы ИПРА, действующей с 1 января 2016 года. Ну и наконец, очень важно знать, что в случае, если инвалидность установлена без заказания срока пересвидетельствования, при разработке ИПРА БЕРОМСЭ не будет пересматривать вам группу инвалидности. Если только вы сами не укажете о том, что вы хотите пересмотреть или что вы стали чувствовать хуже, поэтому вам необходимо усиление группы. Ну, на этом я благодарю за внимание.